Увеличить объем экспорта готовой продукции до 8,5 миллиардов долларов в год. Такую задачу необходимо выполнить кубанским производителям до 2024-го. Для достижения результата губернатор Вениамин Кондратьев поручил создать Центр поддержки предприятий, ориентированный на поставки за рубеж. Об этом говорили сегодня на совещании с руководителями промышленных и аграрных компаний. Яна Бузычкина расскажет, какую именно кубанскую продукцию собираются поставлять в разные страны мира. Станок предназначен для токарно-карусельной обработки изделий из черных и цветных металлов. Аналогичный станок в прошлом году, он был отгружен в Ригу, в Латвию. Ждут подобные станки не только в Прибалтике. Перспективы для экспорта у Краснодарского завода сегодня огромные. Но так было не всегда. Единственное в России производство высокоточных станков едва ли спасли от гибели. Четыре года назад предприятие уже стояло на краю пропасти. Найти инвесторов и сберечь активы тогда помог губернатор. После личного вмешательства главы региона дела бывшего Седина пошли на поправку. Воссоздано на пепелище было увеличие предприятия. Теперь постепенно возвращает утерянные позиции и становится одним из главных промышленных центров Кубани. По основным характеристикам станки лучше китайских и значительно дешевле европейских. Количество отраслей, в которых они используются, не счесть. Постепенно мы набираем мощности, увеличиваем портфель контрактов, увеличиваем мощности механической обработки, персонала. Станки, сельхозтехника и удобрения. Ассортимент промышленной продукции удивил представитель Ассоциации закупщиков Германии. С ними глава Кубани встретился в рамках программы российской бизнес-миссии в Берлине в феврале этого года. И вот уже сегодня на совещании с руководителями промышленных и аграрных предприятий края губернатор докладывает о предпосылках будущего сотрудничества. Мы получили конкретный перечень промышленной продукции, которая сегодня нужна немецкой экономике. То, что сегодня нужно Германии, мы направили запросы в адрес наших промышленных предприятий. Наша задача сегодня до 10 марта собрать всю информацию, общую информацию направить в адрес немецкой и германской стороны. После этого организовать визит наших деловых кругов. Именно для того, чтобы мы могли там уже те, кто готов, представить свою продукцию. Давайте уйдем от такой компанейщины. Вот направили, направили. Форму собралили. Дальше вы вылетите туда. Проговорите конкретно, где они поставят точечку, либо галочку направить в то, что их заинтересовало. Вот этих коллег взять бизнес в группу и туда. Бизнес-миссиями, коллеги, мы никуда не продвинемся. Поэтому я прошу точечной работы, конкретной работы. И так по каждой европейской, азиатской, африканской стране в точечном режиме работать. Понятно, в холостую не нужно, но где есть рынок, вы чувствуете для нас потенциально, вы туда и ломитесь. Регион уже научился продавать за рубеж сырье. Больше всего в стране поставляет на внешние рынки зерна. Но нужно идти дальше. Речь о несырьевом экспорте. Согласно стратегии социально-экономического развития края в 2024 году, его объем должен увеличиться практически вдвое. С более чем 4 миллиардов долларов в год до 8,5. Однако, как отметил заместитель руководителя краевого департамента инвестиций Юрий Шевченко, чтобы кардинально изменить ситуацию, необходимо изменить сам подход абсолютно всех участников рынка. Чтобы подняться на качество новый уровень развития экспорта, ратно увеличить его объем, нам необходимо перейти на другой уровень понимания ситуации в регионе и за его пределами. От вопроса, что мы экспортируем, мы должны перейти к вопросу, что мы производим и готовы экспортировать. От куда мы экспортируем, к кому интересны наши товары и где их новые рынки. От сколько мы оказали услуг, какие услуги нужны экспортерам. Поддержку экспортерам Вениамин Кондратьев предложил создать специальный центр. Там руководители предприятий смогут получать необходимые информации по продвижению торговли на внешних рынках. То есть те заводы и производства, которые заинтересуют заграничных бизнесменов, на полке магазинов будут вести буквально за руку. Давайте центр создадим, который будет организовывать, направлять, максимально взаимодействовать, работать со всеми потенциально предприятиями, которые, как я сказал, потенциально могут выпускать экспортированную продукцию. В ручном режиме компоновать, объединять, кооперировать, если нужно, кооперировать. Для того, чтобы мы могли еженедельно, если это нужно, ежемесячно, если это нужно, в зависимости от вида продукции, товаров, поставлять их на любые рынки, европейские, азиатские, африканские. Давайте сделаем поддержку, может быть, или отдельную программу поддержки предприятий, которые выпускают экспортно-ориентированную продукцию. И так их поддержим. Тогда, если они готовы выпускать экспортно-ориентированную продукцию, и на самом деле у них получается, давайте финансово поддержим, создадим условия для их поддержки. Центр поддержки экспортно-ориентированных предприятий, в том числе, займется изучением потребностей зарубежных рынков. Производство края готово скорректировать свои товары под рынок конкретной страны. Так, например, Азия заинтересована в нашей муке, а в Германии не прочь попробовать кубанские сладости. Я работал во многих странах, и могу одно сказать, что вот той поддержки, которую наши предприниматели получают здесь, в стране, я не видел. Почему? И иногда бывает так, что предприниматели уже ждут, а что же вы нам сделаете? Правильно вы говорите, что людей надо приучать еще к тому, чтобы они формировали свою мысль. Если создали продукт, то этот продукт должен быть четкий и понятный. Достигнуть результата вместе, они должны поверить в то, что сегодня созданы такие условия, что они могут. И вот это вот самое главное, сломать у них психологию. Вера должна появиться. Вера в то, что они, да, вот с какого-то района Краснодарского края могут выпускать продукцию либо товары на экспорт. И для них это только пример. Только пример. Один, второй, третий и все. И тогда сломаем. Только тогда сломаем. Пока же о регулярных поставках за рубеж могут говорить производители вина. Тост поднимают за Европу. В прошлом году виноделам удалось увеличить поставки на 20% и выйти на рынки Норвегии, Германии и Эстонии. В конце марта первые партии отправятся и в Данию. Яна Бузычкина, Кирилл Белонок, Вадим Волков, Олег Демидов и Юрий Дершин. Кубань-24, Краснодар.